Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. В этом сезоне сельдерей корневой, сорта долви, голландские семена, преподнес по крайней мере два сюрприза. Первый очень приятный, что он взошел настолько хорошо, практически 100%. То есть взошел очень густо, ну просто замечательно. Это раз. Это, конечно, приятный сюрприз. И второй момент, что среди ростков сельдерея оказался один, совершенно непонятный, вроде бы и похож отчасти на сельдерея, но он настолько сильно отличается от всех прочих ростков, что пришлось призадуматься. В этом сезоне выращиваю некоторое количество корневого сельдерея. Два сорта. Сорт долви голландской селекции и сорт пражский гигант. Сорт долви показал себя с самой лучшей стороны. Взошел, ну просто на 100% щеткой. Столько ростков получилось, что пришлось их рассаживать. И таким образом как-то решить проблему такого большого количества ростков. Причем все росточки хорошие, взошли дружно, ровные. К сожалению, сорт пражский гигант, вот рядышком он взошел похуже. Тоже хорошо взошел, много ростков. Но видно, что некоторые ростки уже листики выбросили, другие только поднимаются. Это значит, что семена разной кондиции. То есть они сходят не ровно одновременно, а по-разному. Один сходит, другой отстает и так далее. Но сейчас хотел поговорить не об этом. Этот сельдерей, сорта долви, преподнес еще один сюрприз. Среди вот этой массы всходов, дружных надо сказать, и довольно хороших, появился один вот такой вот загадочный росток. Что это такое, мне непонятно. Не знаю, вряд ли это сельдерей, настолько разительно он отличается от прочих ростков. И ростом, и мощью, и так далее. Может быть это и сельдерей, но только какой-нибудь, может быть, не этого сорта, но просто случайно попала семечка или еще каким-то образом, мутация может какая-то. То есть вот такой вот интересный росток. Вот здесь вот вырос среди всех прочих росточков. Все росточки ровные, один к одному, ничем друг от друга не отличаются. Один вот такой вот вымахал. Очень странный, очень крупный росток. Даже не знаю, что с ним делать. Пока жалко его срезать. Пусть пока растет, он никому не мешает. Но просто интересно. Обычно я такие растения стараюсь не выращивать. Что-то с ним не так, это очевидно. Ну, интересно посмотреть, что это такое. Некоторое время еще подожду, понаблюдаю за ним, а дальше уже буду решать, что с ним делать. Вот такой интересный росточек у сельдерея сорта Дови появился. Очень нестандартный. Ну, а в целом сельдерей зашел хорошо. Особенно сорт Дови меня просто поразил своей всхожестью. Ну и жаловаться на пражских гигант тоже не буду. Тоже ростков достаточно. Мне, во всяком случае, хватит. Поскольку сельдерея запланировано к выращиванию немного. Вполне будет достаточно. Если бы все так вот сходили семена, как вот этот сельдерей, конечно, можно было бы сеять иначе, не так густо. Но просто так бывает не всегда. Некоторые огородники спрашивают, зачем я так густо посеял. Ну, а как иначе? Иногда бывает, посеешь, а всходит, ну, совершенно маленькое количество семян. Вот так произошло, например, у меня с артишоком. Из 12 или из 14, сейчас точно не помню, взошел всего один росток. Вот он, к слову сказать. Хороший росточек, взошел хорошо, но больше ничего. Такая всхожесть, конечно, не слишком радует. Ну, тем более приятно, когда вот такие всходы. Ну, а то, что густо, ничего страшного. Часть рассажу, часть прорежу. И, в конце концов, эта проблема небольшая и будет решена. Ну, и в конце пожелаю всем огородникам выращивать сельдерей. И корневой, и листовой, и черешковый. Получать хорошее урожае и быть здоровыми. Всем всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok